Подпишитесь на наши уртуб-каналы и соцсети Спаса и смотрите все выпуски программы «Утро на Спасе». Спас. Подпишись на главное. Доброе утро! Сегодня 2 февраля, четверг. Церковь молитвенно чтит память преподобного Ефимия Великого. В эфире программа «Утро на Спасе». С Богом в новый день. Кого из старцев Русской Православной Церкви называли чудо-батюшкой? Где молился преподобный Силуан Афонский? Какой храм стал для него родным? Как прошло детство Святой Блаженной Матроны Московской? Что привело отца Валерия Духанина к решению стать священником? Обо всем этом мы поговорим в начале нового дня. В эфире программа «Утро на Спасе». Молитва. Общее лекарство страстей. Неистащимая сокровищница. Основа спокойствия. И мать тысячи благословений. Говорил святитель Нектарий Игинский. «Утро на Спасе» просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. Так давайте же начнем это утро со слов Святого Евангелия. А отрывок из шестой главы Евангелия от Луки прочтем вместе с заслуженной артисткой России Анастасией Мельниковой. Исашек с ними стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он возвед очи свои на учеников своих говорил. «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Небесное. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день, и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». От Луки 6 глава рассказывает нам о Нагорной проповеди. И прямо здесь мы слышим заповеди блаженства. Новозаветные заповеди христианские, они, конечно, вызывают параллель с Ветхозаветными, моисеевыми заповедями закона. И параллель здесь в двух словах такая. Если там заповеди лежат на плоскости, они такие все горизонтальные, и говорят о том, не делай так-то, не поступай так-то, потому что потеряешь связь с Богом, то эти, наши Новозаветы, они уже вот такие вертикальные, как столб, как ступени восхождения от простейшего к сложному. Господь призывает нас сначала стать нищими духом, то есть исполниться смирение. И здесь слово «нищета» тоже непроста стоит, потому что в древних кодексах написано просто «блаженные нищие». Без относительно их духовного состояния делается акцент на их материальном положении. Блаженные нищие, значит, они сами по себе уже могут только из-за этой своей бедности уже стяжать Царствие Божие. Но тот же святой Иоанн Златоуст более глубоко показывает, что нет, нет, не все так просто. Недостаточно быть просто бедным и уже называться святыми, и уже являться наследником Царства Небесного. И он приводит примеры множества людей, живущих неблагочестиво, ропщущих на Бога, недовольствующихся своей бедностью, завидующих черной завистью всем людям, которые материально обеспечены. И все эти чувства, конечно, несовместимы с любовью к Богу, благодарностью Ему. Напротив, и богатые люди не обязательно будут все осуждены. Святой Иоанн Златоуст приводит нам библейских богачей, того же Авраама, у которого было огромное количество имений, или того же самого Никодима, который отдал свою гробницу для погребения Господа Христа. И многие праведники нашего времени, и всех вреков существования христианства, научились жить, делясь, научились избежать искушения безумного богача. Поэтому даже вот одна простейшая первая ступенька, и та уже наполнена такими вот полутонами, которых нужно не забывать. И дальше больше, чем выше, тем сложнее противоречия, глубокие противоречия. Здесь нужно иметь такой четкий духовный ориентир для того, чтобы не сбиться с пути и идти только восходя к Богу. И на завершение всего, на верхней ступени, надо вот так вместе со всеми праведниками возрадоваться и возвеселиться, благодарить Бога за все те искушения огромные, которые за всю твою жизнь прошли. Не плачьте и не скорбите, надо против, возрадуйтесь и возвеселиться, ибо вздавыша много на небесах. Кого из старцев Русской Православной Церкви называли чудо-батюшкой? Узнаем из нашего следующего сюжета. Псковская область. Остров Залит. Здесь провел 40 лет жизни и пастырского служения один из знаменитых подвижников 20 века – отец Николай Гурьянов. С праздником, мои дорогие отцы! Храните вас в милосердии Божьей на долгие, многие лет. Спасибо вас, Господи, и я вас помажу, мать. Все, кто бы ни приезжал к отцу Николаю, навсегда меняли свою жизнь. А приезжали к батюшке очень многие. Одним из таких людей был отец Андрей Лемешонок, духовник и основатель Свято-Илисоветинского женского монастыря. В 20 веке на месте женской обители располагались психиатрическая больница, интернаты и туберкулезный диспансер. Казалось, это место до фундамента было пропитано скорбями людей. Поэтому, по благословению владыки Филарета, здесь, на территории больницы, должен был быть построен храм, возведение которого и легло на плечи отца Андрея. Денег на строительство не было, поэтому священник отправился на остров Залит к отцу Николаю с просьбой о молитвах. Старец благословил священника и протянул в руке пять рублей со словами «Люди доложат». Так, с благословения батюшки Николая на пожертвование была возведена не церковь, а целая обитель, для которой отец Николай Гурьянов стал духовным ориентиром. Еще одним воспоминанием о старце поделилась Юлия Полунина – духовное чадо отца Николая. Ее жизнь поменялась после знакомства с батюшкой. Первая встреча со старцем наложила отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Седовласый дедушка с глазами удивительной глубины, взглянув, в который мир переворачивался, так вспоминает первую встречу женщина. Рядом с отцом Николаем ощущалось неимоверное спокойствие и явное присутствие Бога. После этой встречи Юля ежегодно приезжает на остров, чтобы пообщаться со старцем. Она стала свидетелем немалых чудес, явленных отцом Николаем. Так однажды к батюшке приехал молодой человек со своей невестой за благословением на брак. Батюшка трижды переспрашивал о намерениях парня, после чего, взглянув на девушку, сказал «На ней ни за что, она хочет тебя обмануть». Девушка тотчас же развернулась и ушла. А отец Николай продолжил, обращаясь к молодому человеку. «А тебя благословляю идти в монастырь». Ольга Кормухина – наверное, самое известное духовное чадо старца. Помимо их с Алексеем Беловым невероятной истории создания семьи, Ольга навсегда запомнила самую первую встречу с батюшкой. Единственное, о чем подумала певица, увидев старца, было «Так вот оно, Евангелие, видимое Евангелие, оно существует». Отец Николай каждому умел сказать то, что нужно было человеку именно в тот момент. Это производило неизгладимое впечатление на паломников. С кем-то старец общался серьезно, с кем-то шутя, а с кем-то не проронив и слова. Неизменным оставалось только одно – бесконечная доброта и любовь батюшки Николая Гурьянова в каждом слове, поступке или взгляде. Прилетай, соловей, когда конечу я путь, На могилке моей тогда сядь, отдохнуть. Прощебечь, как я жил и все скорби терпел, Как скорбящих любил и сердцем жалел. Святой Иоанн Златоуст сказал, «Через руки сидящего на земле ты подаешь сидящему на небе». Будем творить добрые дела, как залог нашего спасения. Сегодня утром мы расскажем вам о Севе. Ему 7 лет. Он подопечный Елисоветинского детского сада, православной службы помощи Милосердия и Марфо-Мариинской обители Милосердия. У Севы ДЦП. Он пришел в Елисоветинский детский сад, когда ему было 5 лет. Это жизнерадостный и любознательный ребенок. Любимое блюдо Севы – это котлеты. Вот только он не умеет кушать самостоятельно. И у него бывают проблемы с глотанием. Недавно он научился пить из стакана. И это его маленькое достижение. Как и для других детей с ДЦП, для Севы очень большое значение имеет правильное питание. От того, что и как ест ребенок, во многом зависит его качество жизни и социализация. У детей с ДЦП часто встречаются проблемы с жеванием и глотанием пищи. Также для них характерны повышенные энергозатраты, связанные с нарушением энергообмена и недостаточной регуляции функций вегетативной нервной системы. На сегодняшний день Елисоветинский детский сад посещает 30 детей с особенностями развития. Затем, чтобы Сева и другие подопечные правильно питались, следит повар. Рецепты всех блюд он тщательно адаптирует под детей. Чтобы оплатить работу повара за 3 месяца, необходимо собрать 178 тысяч рублей. Помогите, пожалуйста, детям получать здоровое и правильное питание. Отправьте смс на номер 3434 с указанием суммы и словом «Садик». Например, «Садик 100». С Богом в новый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу. И сейчас наши коллеги расскажут о житии еще одного святого, прославленного в лике новомучеников. 19 января 1918 года крупный пожилой мужчина в Подряснике вышел на перерез в спесившейся толпе солдат, которая рвалась в Александро-Невскую лавру. За несколько часов до этого красные, размахивая бумажкой, подписанной наркомом государственного презрения Александрой Калантай, арестовали митрополита Вениамина Казанского и наместника лавры епископа Прокопия. Человек начал увещевать бандитов. Он просил не трогать лавру, не причинять зла безоружному. В ответ прозвучало несколько выстрелов. Настоятель Скорбящинского храма протеерей Петр Скипетров упал. Имя – Петр Иванович Скипетров. Год рождения – 1863. Место рождения – село Станки Везняковского уезда Владимирской губернии. Образование – Владимирская духовная семинария, Санкт-Петербургская духовная академия. Должность – настоятель Скорбящинской церкви в Петрограде. Расстрелян в Александро-Невской лавре без суда и следствия. Изверги стали добивать священника. Прикладами разможили голову. Револьверная пуля прошла через нижнюю челюсть и застряла в шее. На помощь поспешили люди. Красноармейцы разбежали, скрывшись от возбужденной толпы. К раненому был вызван по телефону его сын, врач Петр Петрович. Для оказания немедленной помощи батюшку перенесли в лазарет Союза городов. Но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Протеерей Петр Скипетров скончался в 22 часа 45 минут. Дат кончины отца Петра Скипетрова – это, в общем, явное начало этой кампании уже. Потому что большевики уже в начале 1918 года решили реквизировать Александро-Невскую лавру. 22 января выпущенный за стенков будущий священномученик, митрополит Петроградский Вениамин и настоятель Александра-Невской лавры епископ Прокопий отпели батюшку в Скорбящинской церкви, где он был настоятелем. По пожеланию паства отца Петра собирались хоронить в ограде храма, но власти испугались даже мертвого льва. Под предлогом близости Невы людей заставили перенести погребение на Тихвинское кладбище лавры. В статье, опубликованной сразу же после похорон пастыря, профессор Санкт-Петербургской духовной академии Александр Бронзов написал о нем. «Будем же учиться у него, как и нам жить, как и нам смело и безбоязненно проповедовать Христа, его слово правды. Будем поддерживать в себе, подобно ему, искорку божественную, чтобы не превратиться нам в существ, думающих только об одном материальном, об одном молохе». Отец Петр был очень уважаемым протеереем. Как-то его смерть всех потрясла, всколыхнула. Лавра продолжила свое прежнее бытие, и Калантай больше ее захватить не пыталась. Вот это убийство отца Петра Скепитрова появилось одним из первых большевистских таких открытых злодейств, очень явных. Вот что придало дополнительную силу этому известному воззванию патриарха Тихона об анафематствовании, творящего беззаконие и кровавые расправы. Напомним, в послании патриарха Тихона 19 января 1918 года говорилось в частности. «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни, будущей загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей земной». Родился один из первых будущих новомучеников в российской глубинке, на берегу маленькой речки Мертух во Владимирской губернии. Его отец, соломщик местной богородичной церкви, отправил смышленого сына в Шую, в духовное училище. То самое, которое оканчивал несколько позднее свидетель Афанасий Сахаров. У свидетеля Афанасия оставались о нем теплые воспоминания. Затем, после окончания семинарии, отец Петр женился. Женат он был на дочери ипподьякона, служившего в Петербурге в Исакевском соборе. И, собственно, уже дальнейшее рукоположение отца Петра, оно последовало туда. По окончании Санкт-Петербургской духовной академии отца Петра рукоположили во священники церкви во имя иконы Божьей Матери «Утолимая печали» при детском приюте принца Альденбургского. В это время батюшка начнет большую просветительскую деятельность. Он преподает закон Божий в начальных санкт-петербургских училищах, трудится следователем 5-го столичного благочиннического округа. В 1898 году его переводят в церковь во имя иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Десятью годами ранее на месте храмов находилась часовня. Тогда там произошло чудо. В часовне хранился образ иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость». Когда в часовне ударила молния и случился пожар, то после, при ликвидации последствий пожара, обнаружилось, что икона цела, и что в нескольких местах по ее полю расположились монетки, которые, видимо, в пожаре прикипели к образу. Поэтому образ стали называть, что это икона Божьей Матери «Всех скорбящих радость с грошиками». Весть о необыкновенном явлении быстро облетела город и в часовню со всех концов России потянулись толпы богомольцев. По молитвам верующих стало совершаться множество чудес. Император Александр III пожертвовал прилегавшую к часовне землю, на которой построили храм. В 1912 году отец Петр был назначен настоятелем скорбящинского храма. За ревностное служение будущий священомучник был возведен в Сан-Прото-Илье. Потом грянул кровавый государственный переворот. Память об одном из первых убиенных священников не давала покоя богоборцам. В 1935 году его захоронение на Тихвинском кладбище было уничтожено. И только в наши дни, благодаря внучке отца Петра, могилу священномученика обнаружили по старому плану кладбище и на ней установили памятный крест. В Санкт-Петербурге сегодня работает воскресная церковно-приходская школа имени Протеерея Петра Скипетрова. Священный Синод причислил его к лику святых новомучеников в 2001 году. Где молился преподобный Силуан Афонский и какой храм стал для него родным? В этой церкви побывали Алексей и Игорь Огурцовы. Мы с трепетом подходили к храму, в котором крестили Семена Антонова, будущего святого Силуана. Нас ждал отец Игнатий, благочинный Лебедянского округа, которому довелось первым служить службу на руинах этого когда-то прекрасного, но разрушенного советскому властью храма. Мы не могли не задать вопрос, что для него значит имя святого Силуана. Я когда мне давным-давно, в 1972 году, руководил владыка Михаил Чуб, то он мне сказал, что в моей жизни пришлось встретиться с этим духовным старцем необыкновенным, что поезжай к нему на родину и посмотри там, что такое, что это такое. Он говорит, я хочу посмотреть фотографию, я старенький, что не попаду никогда. И вот я в 1972 году приехал в это село, и вот пришли к этому месту, и люди собрались толпой, начали рассказывать о старце Силуане, но они его знали не как старца, а как Семена Ивановича Антонова. Да, еще несколько лет назад здесь жили люди, которые когда-то беседовали со святым Силуаном, и для них он был близкий, родной, земляк Семен Иванович. А для всего христианского мира преподобный Силуан Афонский. Началась эта история здесь, в 1866 году, когда в семье Антоновых родился мальчик, которого крестили в этой церкви и назвали Семеном. Свой путь он избрал уже в 4-х летнем возрасте. Рассказывают, что однажды его отец спорил с снегоножей, которая доказывала отцу, что Бога нет, и в запале воскликнул. Где он? Бог-то? Тогда Семен решил, когда вырасту большой, то по всей земле буду искать Бога. И это решение определило его путь. Уже в 19 лет Семен Антонов хотел уйти в Киево-Печерскую лаву, но отец настоял, чтобы он сначала прошел военную службу. В саперном батальоне Семена любили все – и начальники, и подчиненные. Его бывшие сослуживцы вспоминали, даже в трактире среди общего веселья Семен думал про то, что на Афоне в этот момент монахи молятся. Осенью, 1892 года, будущий святой Силуан наконец смог отправиться в паломничество, на святую гуру Афон, и остался там служить, приняв монашество. Он претерпевал многие искушения и испытания от бесов, но и получил благодать такую, которую достоились немногие святые. Однажды, в момент наивысшего отчаяния, когда он подумал, Богу умолить невозможно, ему было видение и пришествие Господа. Господь сказал ему, «Держи ум твой в ааде и не отчаивайся». Это стало для него руководством в жизни. В 1904 году, когда началась русско-японская война, святой Силуан вернулся в Россию, чтобы защищать родину. Но на фронт его не взяли. На несколько месяцев ему удалось заехать сюда, в Шовское, чтобы все время пребывать в молитве. Он устроил себе жилье в землянке, в нескольких метрах от родного дома. Всеместные дети прибегали поговорить с ним. Теперь на месте землянки, где молился святой, построена часовня. А бывший дом его семьи выкуплен, и там устроен музей. Через несколько месяцев побывки на родине, святой Силуан вернулся на Афон. Его мощью пребывают в святой Пантелеймоновом монастыре. Всю жизнь святой Силуан молился за всех людей. А ему люди молятся сегодня о даровании смирения и любви ко всем людям. Об исправлении и улаживании ссор и раздоров. Сегодня молитвами святого Силуана возрождается его село и его храм. Но им пришлось пережить многое. Интересно тоже, ее закрыли в 1937 году, а через год старец Силуан умер. Закрыли церковь, и он умер. Как бы совпадение, но совпадения не бывает, потому что все определено проведением, скажем так. Друзья, продолжаем нашу утреннюю программу. Давайте теперь узнаем, что важного и что интересного произошло к этому часу в России и за пределами страны. Это главные события нового дня. В студии Инна Веденисова. Здравствуйте. В 14-ю годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Кирилла в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя города Москвы прошла Божественная Литургия. Предстоятель Русской Православной Церкви совершил торжественное богослужение в интронизационных облачениях в сослужении сонм архиереев Русской Церкви. На Литургии молились игумени женских обителей, священнослужители столицы и Подмосковья, сотрудники синодальных и иных церковных учреждений, представители приходских советов, преподаватели и учащиеся церковных учебных заведений. По окончании Литургии митрополит Ташкентский и узбекистанский Викинсий огласил поздравления от имени членов Священного Синода Русской Православной Церкви и преподнес Святейшему Патриарху памятный крест, после чего полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щеголев зачитал поздравления президента России Владимира Владимировича Путина. Напомним, что интронизация это торжественное чинопоследование, во время которого новоизбранный глава Поместной Православной Церкви возводится на престол. Святейший Патриарх Кириллов зашел на престол московских первосвятителей 1 февраля 2009 года. Украинские власти начали проверку в Почаевской лавре. Тернопольский областной совет создал рабочую группу, которая будет изучать правомерность служения Украинской Православной Церкви в Почаевской лавре. В состав комиссии войдут представители областной администрации, сотрудники прокуратуры, юстиции, национальной полиции, управления госгеокадастра и органов местного самоуправления. Ранее глава неканонической Православной Церкви Украины Епифаний Думенко заявлял о том, что в его планы входит владение двумя лаврами Киево-Печерской и Почаевской. Напомним, что Почаевская лавра это вторая главная святыня Украинской Православной Церкви. Архитектурный комплекс Почаевской лавры принадлежит государству и до 2052 года передан в безвозмездное пользование Украинской Церкви. Однако депутаты Тернопольского областного совета в конце прошлого года обратились к правительству с требованием досрочно расторгнуть договор аренды и вернуть Почаевскую лавру в полное распоряжение государства. Партия социалистов Республики Молдовы поддержала Православную Церковь в деле защиты традиционных ценностей и устоев общества. В опубликованном документе подчеркивается, что защита православия и традиционной семьи является одним из основополагающих пунктов программы партии. Также члены партии осудили позицию президента Республики Майи Санду, правительства и проевропейской партии действия и солидарности в их, цитата, циничном игнорировании мнения крупнейшей религиозной конфессии страны, Православной Церкви Молдовы и православного большинства, благодаря голосам которого они получили власть в стране. Конец цитаты. Напомним, что ранее Православная Церковь Молдовы выступила против закона об однополых браках. Митрополит Кишиневский и всея Молдова Владимир призвал верующих защищать в рамках закона веру, традицию и семейные ценности всего молдавского народа. Это были главные события нового дня. До встречи! Ну а теперь давайте послушаем отрывок из 13-й главы послания к евреям апостола Павла, который прочтет для нас телеведущая Инна Веденисова. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Ему слава в веки веков. Аминь. Апостол Павел подчеркивает один такой очень тонкий момент. Христос, пастырь и начальник, Христос помогает нам набрать правильный темп в нашей духовной жизни. И если говорить предметно, Христос усовершенствует нас во всяком добром деле. Видишь ли, мы, будучи греховными, да, мы можем даже добрые дела свои омрачить каким-то грехом. Ну, к примеру, вот так вот. Ты хочешь сделать милостыню? Стои замечательно. Ты делаешь милостыню? Тоже прекрасно. Но в тот же самый момент, как только ты увидел глаза благодарности, у тебя в сердце вдруг появляется гордость. Ах, какой же я хороший человек! Как же я хорошо поступил! И все. А это уже отрава. И получается, что ты как бы нивелировал свою добродетель, ты ее опустошил, ты ее осквернил своим грехом. И так любая добродетель, как только ты сделал ее, ты же начинаешь уже либо требовать от Бога какой-то платы, вот как фарисеи делали. Вот, Господи, я вот попастился, жду от тебя. А теперь ведь говорят, что ты в долгу не останешься. Или вот, например, ты сделал какой-то, ну, воздержался, например, да? Тут же начинаешь осуждать того, который не воздерживается. Все, вот он плохой человек. И это искушение на каждом шагу. А Господь что делает? Он убирает от нас эту греховность. Мы сами не можем этого сделать, потому что мы вот прям до каждой клеточки своей уже поражены вирусом первородного греха. Но Бог может это усовершенствовать. И так мы стремимся, мы делаем поступки, но при этом мы помним, что всякое благо сходит с небес и от Бога есть. А наши – это только грехи. Чем похвалюсь, говорит святой Павел? Разве что грехами своими похвалюсь. Но всякое доброе дело Бог усовершенствует к исполнению воли Его. То есть, к тому, чтобы мы стали инструментом в руке Божьей. Его воля в том, чтобы все люди спаслись. И чтобы каждый в познание истины пришел. Но Его волю невозможно автоматически решить. Он бы мог, но Он этого не делает. Потому что свободу Он дал нам еще там, еще в прародителях. И никогда не отнимет ее. Потому что, где есть свободный выбор, там есть уже и награда, или наказание, соответственно, справедливое. Потому что это наши поступки, это наше решение. Это наша, пусть даже искаженная, но наша личная воля выбирать, буду я с Богом или не буду я с Богом. В итоге, пойду туда, где Бог, или отправлюсь туда, где нет Его. Это мой выбор. И в этом, по утверждению Святого Златоуста, самое главное страдание. Когда ты вдруг окажешься в темном месте и увидишь, что там люди радуются вместе с Богом, тебя не будет пугать ни кастрюли, сковородки, ни вилла. Самое большое страдание причинишь ты себе сам осознанием, что это был твой личный выбор. Ты мог быть с Богом, ты мог пойти в храм, ты мог не грешить, но ты лично выбрал. И так Господь хочет, чтобы Его воля исполнилась, но она исполняется только через нас, только мы лично выбираем. И производит Он в нас благоугодное Ему. Вот таким образом Он своим языком говорит с нами, через людей, через поступки, через какие-то обстоятельства. Он нам говорит, как надо правильно поступить. Даже через наше здоровье. Он иногда может и туда, допустим, вторгнуться и сказать, ну, брат, ты слишком здоров, на-ка тебе чуть-чуть поболей. И, глядишь, поболел и смирился, а потом выздоровел, слава Богу, но стал мудрее и стал милосердным. Вот так Господь поступает не прямо, а только косвенно, чтобы не нарушать нашу свободную волю. Спасибо большое, отец Василий. Будем помнить об этом. Ну что ж, дорогие друзья, у нас небольшая пауза. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, спасибо вам за вашу активность. Я помню, когда мы начинали только свою деятельность. Один, два вопросика, а теперь вот у нас целых семь, восемь вопросов. Спасибо огромное, что вы присылаете нам их. И один другого интереснее, так что мы постараемся ответить. Отец Василий, начнем мы с такой вот канонической загадки, которую загадала нам Светлана. Может ли покрестить моего ребенка мужчину, у которого мой муж уже крестил их ребенка? То есть стать кумом кума. Слово покрестить очень интересное. Я его уже встречал. Однажды пришли к папе и говорит, отец Василий, моему папе говорит, отец Василий, покрестите мою машину. Я так подумал, интересно, как это вот он будет крестить машину. Когда человек говорит покрестить, это значит вот все святое. Вот в данном случае это окропить святой водой, совершить чин освящения колесницы. А вот в этом случае у Светланы покрестить, это означает стать восприемником. Ну или проще говоря, стать кумом, крестным отцом стать. То есть вот принять участие в таинстве. Да, вот согласно каноническим правилам, никаких препятствий для этого нет. Есть только одно но, которое нужно соблюсти. Один и тот же человек может быть крестным и у твоего сына, и у твоей дочери, только при этом у него должны быть другие крестные матери. Нельзя, чтобы одна и та же пара была все время... Почему? Ну это такое вот, потому что они уже родственники между собой по отношению к этому крещаемому. Вот почему. И что? Духовное родство, все. Это уже невозможно, потому что это будет кровосмешение. То есть духовное родство приравнится к родству физическому. Понятно объясняю, да? Но ведь нас же могут и родственники крестить. Вот у меня был крестный дядя, например, он родственник. Но они духовно пока еще не родственники. Понимаешь, в чем дело? А вот когда он уже покрестит, все, они уже духовно родственники. Нельзя одной паре быть восприемником у одного и у другого сына. И вообще, просто только один раз в жизни может быть вдвоем крестным. Но это не имеет отношения к нашему разговору. Светлана спрашивает, а может ли вот этот, Энн, быть крестным у другого Энн? И наоборот. Может, да. Они могут быть. Так часто бывает, что там, например, хоккеисты, они дружат с семьями. И тот у него сына крестный, а этот у моего сына крестный. Это укладывается в канонический проект. Все нормально, друзья. Можно так, что продолжаем программу. Спасибо, батюшка. Вот тут следующий вопрос. Позвольте, я прочитаю. Приготовьте все ваше дарование для того, чтобы ответить на следующий вопрос от Людмилы. Людмила, такую серьезную проблему затрагивает. Она пишет, что я хочу поменять религию. Меня довольно долго держали в христианстве, но это не приносило мир в мою душу. Мне это не близко. Я, конечно, уважаю эту религию, но служить ей не хочу. И нет, я не вступала ни в какую секту. Это мое собственное решение, обдуманное на протяжении нескольких лет. Человек весь вправе решать, во что ему верить. Ведь так? Конечно, я согласен с последним утверждением. Человек сам свободен и выбирает себя. А вот по поводу уважения, я вам не верю. Не верю, Людмила, что вы уважаете христианство. Если бы вы действительно уважали, вы бы тогда прочитали Евангелие, вы бы тогда не только пошли в храм, потому что родители привели, а сами бы загорелось желание прийти в храм и помолиться, поучаствовать в храмовых богослужениях. Просто я не верю в искренность таких утверждений. Я вот недавно читал у Антония Сурышева. Он уважаю. За что? Молодец. Потому что он понял, вот Христос живой. А вы пока не встретили Христа. Вам не уважать некого, вы просто не встретили. Пока есть, судя по письму, какое-то насилие. Вас держали в христианстве. Не знаю, кто такие родители, которые держат детей в христианстве. Знаю, что есть какой-то возраст, там 13, 14, 15 лет, когда происходит некий такой, как Ницше сказал, период льва. Вот я был сначала, как он говорит, я был верблюдом, на которого навьючивали все, навьючивали, да. А теперь я лев, который рвет с себя все цепи. Но даже согласно философу будет третий этап. Этап ангела. Когда ты уже с чистым сердцем будешь принимать окружающую действительность. У вас сейчас есть агрессия, это очевидно, и вы вот так пылком в своем воображении все пишете. Васька, а может быть, как раз-таки педагогично было бы отпустить Людмилу и позволить ей действительно поступить так, как она это видит. И самой почувствовать, как вот подросткам, провокативная есть такая, знаете, да, методика общения. Методом от противного. Да, методом от противного с подростками лучше всего общаться. То есть сказать ему наоборот, и он сделает, собственно, так, как вам нужно. Ну, письмо-то начинается, я хочу поменять религию, а менять надо что-то на что-то. А пока, поскольку есть вот такое вот сомнение, пока я сомневаюсь в том, что есть реально, что менять. Реально, что человек познал свою православную веру. А то у нас получается, что имеем небрежом, потерявши плачу. Вот так получается. Мне кажется, что правильно будет вот не измараться сейчас. Не менять религию, а вот что сделаете, Людмила, откройте для себя книгу, Коран, прочитайте ее, не обязательно на арабском, можно и на русском его прочитать. А откройте для себя, ну, я не знаю... Пхагавадгиту. Ну, пусть так, Пхагавадгиту подкройте. Подкройте там Тору, почитайте там какие-то комментарии, и, наконец, откройте для себя Евангелие, и прочитайте его. И откройте толкование Евангелия, откройте для себя творение святых отцов. Потому что так легко сказать, я тоже могу сказать, вот я верующий. Но это нужно доказать, свою веру нужно доказать. Так и вы сейчас докажите свою веру. Ищите, вот как та пчела. Вот так, походите по храмам, походите, вот как та пчела, и вы обязательно найдете что-то для себя, что именно ваше. Именно ради этого стоит остаться христианкой. Пока вы этого не нашли, вы будете колебаться. Люди годами, люди могут долго колебаться вот в этом, просто ходить в храм по привычке. Но вы молодец, что вы задали себе этот вопрос. Но вы правильно делаете, что вы сейчас рвете на себе эти цепи. Я вам очень желаю, чтобы вы стали ангелом. Вот как этот философ. Ангелом встань и открой для себя истинную любовь к Христову. Открой для себя православную церковь. Благодать Духа Святого открой для себя. Да, но этот этап тоже нужно прожить. Нельзя действительно насильно удерживать человека. Чем дольше его удерживать, тем дольше он будет сопротивляться и барахтаться вот в этом. Не вольник, не богомольник. И на этом наша рубрика «Утренняя почта» подходит к концу. Спасибо вам огромное за ваше внимание. И мы продолжаем нашу программу. Как прошло детство Блаженной Матронушке? Можно ли сказать, что уже в детстве была предначертана ее святость? Расскажет Александр Мясников. Слепая от рождения, в юности лишившаяся возможности ходить, по жизни скитавшаяся по чужим углам. Но именно она стала одной из особо почитаемых и любимых русских святых. К Блаженной Матроне приходят тысячи и получают помощь и поддержку. Не только исцеляются, но и укрепляются в вере. Чем объяснить, что она не зрячая и не ходячая, маленькая, детского ростика, женщина была сильнее всех и всех успокаивала. И что к ней сегодня едут люди и с плечами, касаясь сажень в плечах, да? И летят со всего мира. Избранница, конечно, Божья. Матрона родилась в 1881 году в селе Семино Тульской губернии в бедной крестьянской семье. Из пяти рожденных до нее детей четверо умерли. Поэтому родители Дмитрий и Наталья собрались отдать ребенка в детский приют князей Голицыных в соседнем селе Бучалке. И вот накануне родов матери Матронушке снится сон, что в дом летела красивая белая птица, она села ей на правое плечо, и у нее почему-то не было глаз. Были плотно сомкнутые веки. И когда родилась Матрона точно с таким же лицом, то мама сразу вспомнила свой сон. Ну, без глаз ребенок убогий. Тут, наверное, разговоров-то было у Митики и Никонова. Девка-то слепая родилась, ведь у нее даже не было. Разрезать для глаз. Но мать Матроны поняла, что сон ей был послан, как знамение, и отказалась от мысли отдать ребенка в приют. Наш храм в честь успения Пресвятой Богородицы в селе Сибино особо значим, известен тем, что это в храм, в котором молилась блаженная Матрона. В этом храме были венчаны ее родители. Она сама еще будучи тогда на ногах любила приходить в этот храм и молиться. Сохранилась та самая купель, в которой по преданию крестили саму Матронушку, что примечательно до сих пор в этой купельке мы крестим младенца. Те, кто присутствовал при крещении Матроны, стали свидетелями еще одного чудесного явления. Когда священник стал совершать таинство, из купели вышло благоуханное облако Пара. И сам священник Василий Иванович Троицкий, протеерей, он много лет уже в храме прослужил и не одну сотню таинства крещения совершил. Он сам был поражен. «Этот ребенок будет свят», сказал потрясенный отец Василий. Удивительные духовные дары проявились у Матроны уже в детстве. По ее молитве люди получали исцеление от болезней и утешение в скорбях. К ней привозили лежачих больных и девочка поднимала их на ноги. Так будет продолжаться всю ее жизнь. Что привело отца Валерия Духанина к решению стать священником? Давайте услышим его рассказ. Он сам уже не вспомнит, почему решил креститься и было ли это самостоятельным решением. Крещение решили принять его родные. Старшая родная сестра, двоюродная и ее муж Валерия Духанина было тогда 13. И вот батюшка начинает чинопоследование. Что вот интересно, произносит очень невнятно. Слова молитв непонятны. Ни одного обряда понять не могу, но при этом вдруг вот возникает внутри четкое ощущение присутствия Божия. это очень трудно передать словами, но вот это вот как некая очевидность, когда Господь тебе является и вот было такое ощущение, как будто изнутри тебя вот всю грязь взяли, выкинули и внутри засиял свет и радостно стало. Просто какая-то удивительная радость такая. Так что я даже стоял, улыбался, но именно по-хорошему улыбался, радовался, что такая неожиданная произошла встреча и во время крещения я уже почувствовал себя точно верующим человеком. И для меня, если до этого было неочевидно, то в момент крещения стало очевидно, что Бог действительно есть, что Бог это любовь и Он тебя принимает от своей объятия. Скорее после крещения он заявил родителям, что хочет быть священником. Папа с мамой были категорически против. В храме на его предложение о помощи смотрели косо. Родители были против. и они говорят «Да зачем тебе это надо? Что ты там вообще хочешь? Для чего ты ходишь в храм? Лучше поспи, отдохни. Лучше поехали на дачу». Мои родители так рассуждали, что «Ну ладно, пусть он пойдет в алтарь, там посмотрит, как что происходит и быстро вернется, все это ему не понравится и расхочет». А у меня уже внутри было такое стремление. О самых важных и актуальных событиях нового дня узнаем из короткой сводки новостей на телеканале «Спас». Это главные события нового дня в студии Инна Веденисова. Здравствуйте. В 14-ю годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Кирилла в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя города Москвы прошла Божественная Литургия. Предстоятель Русской Православной Церкви совершил торжественное богослужение в интронизационных облачениях в сослужении сонмархиереев Русской Церкви. На литургии молились игумени женских обителей, священнослужители столицы и Подмосковья, сотрудники синодальных и иных церковных учреждений, представители приходских советов, преподаватели и учащиеся церковных учебных заведений. По окончании литургии митрополит Ташкентский и узбекистанский Викензий огласил поздравление от имени членов Священного Синода Русской Православной Церкви президента Российской Федерации в Центральном Федеральном округе Игорь Олегович Щеголев зачитал поздравления президента России Владимира Владимировича Путина. Напомним, что интронизация это торжественное чинопоследование, во время которого новоизбранный глава Поместной Православной Церкви возводится на престол. Святейший Патриарх Кирилл взошел на престол московских первосвятителей 1 февраля 2009 года. Украинские власти начали проверку в Почаевской лавре. Тернопольский областной совет создал рабочую группу, которая будет изучать правомерность служения Украинской Православной Церкви в Почаевской лавре. В состав комиссии войдут представители областной администрации, сотрудники прокуратуры, юстиции, национальной полиции, управления госгеокадастра и органов местного самоуправления. Ранее глава неканонической Православной Церкви Украины Епифаний Думенко заявлял о том, что в его планы входит владение двумя лаврами Киево-Печерской и Почаевской. Напомним, что Почаевская лавра это вторая главная святыня Украинской Православной Церкви. Архитектурный комплекс Почаевской лавры принадлежит государству и до 2052 года передан в безвозмездное пользование Украинской Церкви. Однако депутаты Тернопольского областного совета в конце прошлого года обратились к правительству с требованием досрочно расторгнуть договор аренды и вернуть Почаевскую лавру в полное распоряжение государства. Партия социалистов Республики Молдовы поддержала Православную Церковь в деле защиты традиционных ценностей и устоев общества. В опубликованном документе подчеркивается, что защита православия и традиционной семьи является одним из основополагающих пунктов программы партии. Также члены партии осудили позицию президента Республики Майи Санту правительства и проевропейской партии действия и солидарности в их цитата циничном игнорировании мнения крупнейшей религиозной конфессии страны Православной Церкви Молдовы и православного большинства благодаря голосам которого они получили власть в стране. Конец цитаты. Напомним, что ранее Православная Церковь Молдовы выступила против закона об однополых браках. Митрополит Кишиневский и всея Молдова Владимир призвал верующих защищать в рамках закона веру, традицию и семейные ценности всего молдавского народа. Это были главные события нового дня. До встречи! Сегодня Православная Церковь молитвенно чтит память преподобного Ефимия Великого. О его жизненном подвиге мы поговорим прямо сейчас. Нынешний небольшой турецкий городок Малатья относительно молод. Он был основан в 1838 году. Первое же историческое поселение Милитена, известное еще с Бронзового века, теперь считается всего лишь его городской окраиной. Однако именно здесь, в долине реки Тохма, в 377 году в семье члена городского совета Павла и его супруги Дионисии, родился один из основателей монашеского общежития, преподобный Ефимий Великий. Когда мальчику исполнилось три года, скончался его отец. Дионисия передала ребенка на воспитание местному епископу Отрию. Тот крестил Ефимия, дал ему хорошее образование и со временем рукоположил в Иерее. Во время паломничества в Иерусалим 28-летний священник узнал о Фаранской лавре, которая и сегодня находится Молодой отшельник решил поселиться неподалеку, рядом с другим подвижником, своим будущим духовным братом Феоктистом. К пещере, куда через пять лет они переселились, стало стекаться братья. Как только здесь возникла лавра Феодосия или Нижний монастырь, святой удалился от людей. Как ни стремился Ефимий к уединению, слава о тех чудесах и исцелениях, которые совершал великий отшельник, привлекала к нему ищущих спасения. К югу от Хеврона он основал еще одну обитель, но из-за притока посетителей он снова был вынужден вернуться в пещеру возле Нижнего монастыря. Но и здесь количество учеников росло. 7 мая 429 года Иерусалимский патриарх Ювеналий осветил и Новую Лавру и Монастырскую Церковь. В середине V века большинство палестинских монахов перешло на сторону еретиков монофизитов. Уже немолодой отец Ефимий встал на защиту чистоты веры. Более того, именно он возвратил в православие проживавшую в Иерусалиме императрицу Евдокию. Ефимий скончался 20 января 473 года. В 20 веке были раскопаны руины лавры преподобного Ефимия, но мощи найдены не были. В настоящее время их частицы хранятся в монастыре на Афоне и на острове Милос. Отец Василий, скажите, какое событие из жития преподобного Ефимия для вас стало самым знаковым и самым запоминающимся? Много, да. Вот поскольку сегодня день блаженной кончины преподобного, то и само событие его кончины это уже чудо. Поскольку святой смог предсказать этот день и он смог достойным образом приготовиться. Вот думаю, что сегодня надо об этом сказать. Это уже третий день после памяти преподобного Антония Великого и близость хронологическая она тоже подчеркивает и духовную близость двух святых, которые именуют церковь Великий. Вот в этот третий день после Антония святой позвал своих учеников и говорит давайте служить всеночные бдения. Соберите всех-всех братьев. И он как руководитель их он еще дал свою последнюю проповедь. Вот цитату из этой проповеди сегодня тоже стоит услышать. Представить себе вот этот монастырь этих древних святых и этот Авва Евфимий, который отрезает свои святые уста и дает назидание как слушателям находившимся там в том храме, так и всем христианам, которые в этот день вспоминают его блаженную кончину. Вот что он говорит. отныне я с вами не совершу уже других всеночных бдений, будучи в плоти, ибо меня призывает Бог. И вот он повелел забрать, и они уже знают, по какому случаю они приходят, чтобы проститься. Конечно, души переполняют одновременно и радость от того, что они явились современниками святого, и вот это сакральное чувство присутствия при божественном, присутствия и участия в этом божественном промысле. В то же время грусть, конечно, потому что это любимый учитель, которого они уже, ну, в плоти, по крайней мере, не смогут больше призвать, не смогут прийти поисповедоваться, не смогут услышать от него духовных назиданий, но вот они здесь, чтобы внимательно послушать его последние слова. Возлюбленные, о Господе отцы, братья и дети, я уже иду в последний мой путь. Вы любите меня и покажите эту любовь ко мне через исполнение божественных заповедей, говорит святой. Вот так вы проявите любовь ко мне, если будете исполнять слова Божие. Начало и конец всякой добродетели это союз совершенства добродетелей, любовь. Это послание Колосиным, он сегодня цитирует. Как невозможно видеть хлеб без соли, так и невозможно управить добродетель без любви, ибо всякая добродетель зиждется на любви и смиренно-мудрие искушением, временем и благодатью. Смиренно-мудрие возвышает, а любовь не допускает впасть с высоты, так как смиряющий себя вознесется. Любовь никогда не перестанет. Это уже цитирует первое послание к Коринфянам гимн любви 13 главу. Но любовь выше смиренно-мудрия, говорит Амва Евфимий, ибо ради любви к нам смирил себя Бог Слово, быв как и мы. Посему мы должны непрестанно волей исповедоваться Ему и высылать песни и благодарения, в особенности мы отрешившиеся от житейских и разнообразных дел, не только ради данного Ему обета, но и ради самой нашей неразвлекаемой жизни, так как мы таким образом освободившись от всякого слияния с миром и одни, наедине стараемся только о самих себе. Посему принесем Ему чистоту души, целомудрее тело и чистую любовь. Когда мы говорим о умершем, мы вспоминаем Его дела или слова. Когда мы говорим о умершем священнике, мы, конечно, вспоминаем Его наставления. И вот это наставление о любви, о том, что она самая вверх добродетелей, это, пожалуй, самое главное, что стоит вспомнить сегодня в день блаженной кончины преподобного богоносного отца нашего Ефимия Великого. Да, спасибо большое отец Василий. Дорогие друзья, всех, кто назван в честь преподобного Ефимия Великого, мучеников Инны, Пинны и Римы, память которых сегодня празднуется серодично, поздравляем с именинами. Дорогие отцы и братья, и сестры, мы все поздравляем вас с именинами и желаем, чтобы Господь укрепил вас в добрых делах, дал вам здравие на многое и благое лето. И вот что произошло в этот день в истории церкви, России и мира. В 1702 году издан указ Петра I, положивший начало Балтийскому флоту. Флот нужен был России для защиты государства и укрепления его могущества. Главная база флота располагалась в Кронштадте. Боевая история Балтийского флота началась победой во время 20-летней Северной войны над флотом Швеции. Далее были успешные морские походы в 1813-1814 годах. В 1918 году возобновил свою работу поместный собор. Тревожные события в Петрограде обсуждались на соборе достаточно подробно. На его первом собрании было оглашено послание настоятеля Александра Невской Лавры. О занятии синодальной типографии доложил протеерей Павел Лохостский. В 1930 году Папа Римский Пи-11 обратился к верующим и распризывал молиться о спасении русской церкви. Ситуация в Советской России действительно беспокоила мировую общественность. В Европе и Америке все громче раздавались протесты против гонения над церковью СССР. 2 февраля является днем воинской славы России. В этот день в 1943 году ровно 80 лет назад советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. Более 120 советских солдат и офицеров удостоились звания Героя Советского Союза. В 80 лет самая грандиозная битва битва переломная которая была во время Великой Отечественной войны. И сегодня именно сегодня мы празднуем 80 лет. Это на самом деле даже трудно осознать сколько прошло лет. И слава Богу, что мы это помним и чтим, да, как на Западе сейчас говорят у них культ мертвых про наши памятники солдатам. Но это не культ мертвых, это просто наша священная тема на самом деле. И мы чувствуем какой-то священный трепет когда вспоминаем эти даты. Но вообще это наша ответственность. Ответственность. Как раз если говорить безответственно такие вот вещи, которые ты сейчас озвучила, то есть большая вероятность наступить на те же самые грабли. Да, если забывать вот об этом. А мы для того и помним, чтобы не повторялось никогда ничего подобного. Но в другой стороны, вот этот урок, который получили все по две стороны окопов, этот урок, он должен воспроизводиться каждый раз. Недаром на Мамайе в Кургане такой огромный комплекс, чтобы мы, ну, чтобы мы помнили, чтобы все видели, что такое, кто к нам с мечом пришел, тот от меча погибает. Какой был выдающийся генерал Паулюс, какие мощные силы были брошены даже на разблокировку вот этого окружения под Сталинградом. И все это, все это абсолютно не помогло им. Напротив, кажется, совершенно безоружнее. А главное, безидейные русские солдаты, потому что не было Харугвий с Христом, не было вот этого клича за веру царя и отечества, но зато был Бог, зато Матерь Божия, когда всегда она покровительствует в нашей земле. А главное все-таки вот все историки отмечают, вот там в Сталинграде произошел такой идейный перелом, когда перестали уже бороться за Сталина, перестали бороться за Советский Союз, а стали бороться за свою землю, за свой народ, за своих детей. Это прям отмечают все корреспонденты, что произошел перелом в идеологии, что все перестали больше муссировать тему с Лениным и с коммунизмом, а вернулись к истокам. Мы стоим за свою землю, за свой народ, За свою родную кровь. И это действительно стоит того, чтобы отдать жизни. И отдавали, и отдали много жизни. И победили. Батюшка, а там как-то участвовала церковь в этом событии? Может быть, икону какую-то там провозили, проносили по... Отец Кирилл Павлов много говорил об этом. Он много говорил о том, что живая вера в людях проснулась. Живое свидетельство чудес. Раз, когда вот бессильные и беспомощные оказались сильнее, чем те, которые гордо, самонадеянно переступили границу и пришли покорять русскую землю. Бессильные и беспомощные победили в этой безнадежной, абсолютно пропавшей войне. Вот этот зверь под названием нацизм, он пришел на землю, но позорно был изгнан отсюда. И сколько раз еще они приходили, еще будут приходить, столько раз божественная помощь будет с нами. То есть победили помощью Божьей, и всем это стало очевидно, в том числе и нашему врагу. Хорошо бы вообще уроки истории вспоминать. Хорошо бы не повторять тех же ошибок, которые были. Но, к сожалению, человек грешен. И сколько человек будет существовать, столько его будет сопровождать гордость, столько будет зависть. А нам всегда завидовали. А мы всегда терпели на себе вот этот вот гнет. Ну, такой наш крест. Нести этот крест мы должны достойно. И главным образом церковь, чтобы была вместе со своим народом. А там, в Сталинграде, это было видно, что и церковь, и люди, и верующие, и матери, все были в едином порыве. Все было отдано для фронта и для победы. И с Божьей помощью все-таки одержали эту славную победу. 80 лет тому назад. Это было ключевое событие. После этого совершенно сменилась инициатива. Уранжа перешла в руки Красной Армии. И уже русские войска пошли дальше. Аж до самого Берлина. Такой День Победы номер два, да, сегодня? 2 февраля День Победы. Хотя еще армия Вермахта была крепка, сильна по всему миру. Но вообще всем понимающим было понятно, что после этого поражения инициатива уже была в руках у русских. И они уже доведут дело до конца. И довели. До Берлина, да. Спасибо большое, отец Василий. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами. Церковью даются нам поистине дивные средства исцеления нашей души. И покаяние – одно из них. Святитель Феофан Затворник мыслит об этом так. От потопа одна была отверстая дверь спасения – это дверь ковчега. Одна дверь спасения и от потопа греха – это дверь покаяния. Что каждый христианин должен знать об исповеде? Ответим на этот вопрос вместе с нашим гостем – Иреем Алексеем Тимаковым. Доброе утро, отец Алексей. Добрый день. Отец Алексей, доброе утро. Такую важную тему мы сегодня хотим немножечко поподробнее рассмотреть. Мы часто получаем на нашу рубрику «Утреннюю почту» вопросы про исповедь такого порядка. А зачем каяться, если грехи и так часть человеческой природы? Зачем каяться, если жизнь без греха человеческая невозможна? Что вы скажете на это? Ну, во-первых, я не считаю, что грех есть часть человеческой природы. Потому что, когда Господь завершил все свои шесть дней творения, а последним творением его был человек, то он сказал «вся добра зелова». И никакого греха там, в общем-то, не предусматривалось. Другое дело, что с грехопадением человек изменился. И теперь мы наследуем природу. Это не человеческая, это падшая природа. Это не значит, что она моя, всецелая, и я не могу никак от нее отказаться, отделаться, что называется. Как апостол Павел, да, говорит, совлечься ветхого человека. То есть это возможно? Да, это, конечно, возможно. Это и есть. Простите меня. Ну, вот вернемся тогда опять-таки к дню творения. Ведь сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. А потом такая некая небольшая пауза, да, и после этого изрекается опять. И сотворил Господь человека по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. А куда подобие делось? Подобие – это потенция для человека, возможность. Возможность уподобиться Богу. По образу – это всегда с нами. Это все то, что постоянно при мне. А вот уже уподобиться ему, мы можем каждый в силу своей, наверное, ну, рачительности и своего стремления к самому Богу. Ну, сами мы с вами знаем, что преподобных все-таки не так уж и много. Но они-то уподобились, они смогли. Вообще весь сон святых это доказывает. Они смогли. Так что это возможно. Спасибо, отец Алексей. Отец Василий, я предлагаю вам вот тоже, на самом деле, разрешить множественные такие сомнения по этому поводу. Вот у меня, например, есть такие. Я не понимаю, чем исповедь отличается от раскаяния и от покаяния, да, и что предваряет исповедь. То есть я должна сначала раскаяться пред Богом, исповедовать свой грех в молитве, а потом пойти на исповедь и сказать об этом, да, при священнике. Или наоборот, я должна на исповеди принести вот это вот чувство покаяния, и на исповеди же испытать это чувство, прожить его, да, и потом Господь уже дает плод раскаяния и плод исправления. Вот, честно говоря, путаница. Тут кто-то говорит, что нужно дома каяться, потом идти на исповедь, кто-то говорит, что надо на исповедь, потом уже каяться и справляться. Тут тоже такой момент. Тут же еще и вопрос не только догматический, вероучительный, вопрос даже чисто практичный. А мне сегодня очень приятно, что вот, мне кажется, в первый раз в нашей программе, когда я не только в качестве ведущего могу спросить, а наконец-то вспомнить, что отец Василий, ты ведь тоже батюшка. Ты тоже исповедший. Мы никогда не забываем. Тогда я попробую сейчас что-то сказать в этом смысле. Вот чем, по-моему, отличается раскаяние от покаяния? Ну, во-первых, именно так называется таинство, и в этом его суть. Покаяние, метаноя, это перемена образа мысли. И настоящее покаяние, это не только когда ты высказал то, что тебя тяготит. И не столько это. А покаяние как таинство, это еще плюс молитва. Молитва церкви, молитва священника Богом данную властью, разрешительная молитва отпущения грехов, да? Ну, это, возможно, еще и духовный совет. Это если будет такая возможность. Это, конечно, нельзя сказать, что это неотъемлемая часть покаяния, но все-таки это всегда полезно, когда священник еще скажет несколько слов назидания для своего духовного чада. А вот раскаяние – это действительно одно из частей. Это вот можно раскаяться и дома, что-то. Можно раскаяться в содеянном, а потом прийти на исповедь. То есть осознать, что ты, да, неправ, ты был неправ, и тебе нужно обязательно пойти на исповедь. Отец Алексей, как вы думаете? Я думаю, приблизительно так же, как и вы в этом смысле, только, может быть, некие уточнения, что ли, внести. Ну, для того, чтобы прийти на исповедь, хотя бы надо знать, что тебе есть в чем каяться. Для этого надо об этом хотя бы подумать. Ведь сколько раз, я думаю, вы, отец Василий, тоже прекрасно знаете, когда приходят, а в чем мне каяться? А я хорошо, я нормально живу. И поэтому для начала надо все-таки хотеть... Ну, таких особых грехов у меня нет. Да, особых нет. Не убил, не украл, да? Да. Что говорить? Для начала, в принципе, все-таки надо понять, что ты действительно грешный человек. И здесь, наверное, масштаб греха, во-первых, для каждого разный, для каждого человека. Ну, я просто очень хорошо вспоминаю одно покаяние действительно праведного человека, монаха Серафима, в миру Сергей Владимирович Чибисов. Вот, я не был сам свидетель этого покаяния, но из алтаря вышел алтарник и начал просто-напросто, ну, еле сдерживать смех свой. Вот, говорит, мне бы грехи этого Сергея Владимировича на Хрюшу со Степашкой засмотрелся. Понимаете, этот человек, монах, пришел, он оказался в алтаре, это были 70-е годы 20-го века, и, в общем-то, тогда и вообще не очень было принято, кроме общей исповеди, что-то проводить в храмах, времена были суровые, мало кто вообще каялся, это в основном была общая исповедь. А этот вот человек, он приходил в алтарь и каялся священнику, и каялся всегда слезно, и заплакал по поводу того, что вот он засмотрелся на Хрюшу и Степашку. Я тогда тоже улыбнулся, я тогда еще совсем мальчишкой был, вот, а через некоторое время, в общем-то, стал задумываться, а что, собственно говоря, человек-то умнейший. Ну, в принципе, был предоставлен он как инженер военной техники к государственной премии, так как он был верующим человеком, это все зарубили. Ну, это, в конце концов, противотанковые ежи, знаете? Вот это, он участвовал в их разработке. Рвы противотанковые, он тоже участвовал в их разработке. Это понятно, что это человек умнейший совсем. И вдруг он кается. Почему? И после этого я просто понял, что человеку стало страшно от того, что он ушел от молитвы. Судя по всему, он жил в коммунальной квартире. И его девочка, соседка, позвала в комнату. Он зашел и засмотрелся на телевизор. И потерял время. И для него это была трагедия. Вряд ли это было. Такое праздное времяпрепровождение. Нет, не праздное, для него праздность. И он понимает, что он ушел от молитвы, он перестал общаться с Богом. Это трагедия. Вот, на самом деле, замечательный пример. Очень хочется на этом примере спросить у вас, дорогие отцы, как правильно оформлять исповедь. Вот для меня это каждый раз тоже проблема, потому что, казалось бы, хочется написать «разозлилась на мужа за то, что он то-то, то-то сделал». Но, с другой стороны, я, получается, его осуждаю в этой же исповеди и самооправданием занимаюсь. Как правильно оформить свой грех? Вот он, сказал, засмотрелся на Степашу и Хрюшу. Правильно ли это было? Или, надо было сказать, каюсь в праздном времяпрепровождении, в суете. Я подозреваю, что это уже отец Алексей, и только со временем нашел слова, чтобы выразить то, что произошло в душе этого монаха. А тот отец Алексей молодой, насколько я понял, вряд ли смог бы вот прямо так, как сейчас, это все оформить словесно. Но смысл именно в этом. Молодой алтарник вышел тогда, и тоже по той причине, что он не очень понял, в чем, собственно говоря, грех состоит. Но вот, отвечая на твой вопрос, Катя, я ведь тоже думаю, вот как вот это вот правильно оформить. Да, мы все очень разные. У нас разные не только уровень интеллектуального развития, или уровень даже, пусть мы все даже умные, хорошо. Но не все умный человек, не всякий умный человек может выразить словами то, что он чувствует, то, что он осознал. Это тоже особая способность вербально оформить свои мысли. И ее обладают далеко не все люди. И часто ты понимаешь, что да, у человека просто скованные возможности. Он не может сказать все, что у него на душе. Но при этом есть какие-то общие вещи для всех. Неважно, красовечивый ты, или, может быть, косногласный, неважно. Есть что-то общее. Вот такое, что на поверхности его здесь лежит. Вот эта совесть, она действительно одинаковая у всех. Ее, правда, можно по-разному еще и культивировать, или, наоборот, забить ее можно. Но она есть, это голос Божий, он всегда у нас звучит. И вот человек приходит на исповедь, единственное, что нужно, это искренность. Чтобы не лукавить, чтобы не выдумывать, или как это называется, фиговые листочки не надевать, а искренне прийти. И вот это сразу видно, отец Алексей. Ведь скажите, сразу видно, когда человек искренне пришел. И тут не нужны даже слезы. Можно искренне оправдываться, можно искренне других обвинять в своей же исповеди. Вот тут вопрос, как не согрешить. Да и все равно хорошо, если искренне, все равно хорошо. Ты принеси свою искренность с собой. Вообще, первоначально, все-таки, для того, чтобы прийти на исповедь, надо хотя бы прийти. Ведь сколько людей, в общем-то, не решается это сделать. Это же трагедия страшная. То есть даже понимать, что вроде бы не все в порядке, вроде бы не все как надо, а дойти не могут. Отец Алексей, спасибо огромное за этот глубокий разговор. Спасибо, хорошего вам дня. Ну, а мы продолжаем. Напомним, друзья, что у нас в гостях был настоятель храма святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище Иерей Алексей Тимаков. Друзья, все вместе давайте сейчас помолимся о мире, святому праведному воину Федору Ушакову. Проникни, праведни воине Федоре, с горних селений, напритекающих к тебе, и вонми моленью их. Умоли Господа Бога, даровать и всем нам, ежекоспасению нашему. Мы просим от Него при святом Твоем предстательстве. Ты, Великое, возложенный на Тя служение, тщательно проходил, еси. И нас, Твоей помощью, пребывайте кое горждо, вне же призван есть на ставе. Ты, победив супостатов множества, и на нас, ополчающихся видимых всех и невидимых врагов, не зложи. И спроси у всемилостивого Бога, страждущую страну российскую, от лютых безбожник и власти их да освободит, и да восставит престол православных царей. Умоли Господа Бога, даровать и крепкий, и ненарушимый мир, и земли плодоносия, пастырем святыню, законам правду и силу, воинначальникам мудрость и доблесть непобедимую, градоначальникам суд, флоту Твоему российскому и всему воинству нашему, преданность вере и Отечеству и неодолимое мужество. Всем же православным христианам здравие и благочестие, сохраняя страну нашу от всех наветов вражиих, да словом и делом прославляется в них Всесвятое Имя Отца и Сына и Святого Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. А это «Утро на Спасе». Сегодня 2 февраля, четверг. Церковь молитву начнет память преподобного Ефимия Великого. «Молитва – общее лекарство страстей, неистощимая сокровищница, основа спокойствия и мать тысячи благословений», говорил святитель Нектарий Игинский. «Утро на Спасе» просыпается вместе с вами, чтобы наполнить этот день смыслом. С Богом в новый день, друзья! Вся команда программы «Утро на Спасе» желает вам благословенного дня!